Хак Саме Ахкафуль, с двойным тебя праздником, поздравляю. Спасибо, Цвен. Праздник был, конечно, более полным, если бы спустя несколько минут после того, как мы вчера порадовались, что крыса наконец сдохла, буду скорбеть о пяти наших военнослужащих, которые погибли в Ливане, причем погибли при крайне возмутительных обстоятельствах. Опять повторяются сценарии газа, когда посылают бойцов в дома, в Ливане, в деревнях искать какие-то там входы в туннели и склады оружия, вместо того, чтобы заровнять эти дома с землей и пропустить там бульдозеры, засеять все минами, да, не очень понятно вообще это поведение. И я думаю, несмотря на эйфорию, да, после того, что произошло в Газе, ликвидации Сенуара, нужно требовать весьма четко, и прочтить пристальное внимание, начиная от прессы, да, и кончая комиссии КНЕСТО по иностранным делам обороны, относительно стратегии и тактики действий в Южном Ливане, вызывает все большее беспокойство. Да. Арик, давай все-таки перейдем к Газе. Томас Фридман, один из самых приближенных журналистов Нью-Йорк Таймс к демократической партии, президенту Байдену и Камеле Харрис, публиковал сегодня статью, ну, можно сказать, такую дорожную карту по Газе. Он считает ликвидацию Сенуара величайшим поворотным моментом, достижением, он даже не призывает свергнуть Нетаньяу, хотя он говорит, что надо избавиться от смотрячи и Бенгвера, но неважно. Он считает, что Нетаньяу как раз-таки вот получил возможность войти в историю. Что он предлагает реально? Значит, первое это сделать в палестинской автономии реформу, назначить ФИАДа премьер-министром, бороться с коррупцией, создавать палестинскую полицию, бороться с террором. Израиль должен закрыть глаза, понятно, что Нетаньяу не может на это согласиться, но Израиль должен закрыть глаза на возвращение палестинской автономии в Газу, с тем, чтобы палестинская автономия стала частью некоего межарабского контингента, который будет обеспечивать безопасность Газа и строительство там некой после, ну, как некой мирной газы, восстановления газы и так далее. И в конечном итоге, когда эта власть укрепится, можно будет начинать продвижение к палестинскому государству, заключив при этом мир, исторический мир Саудовской Аравии, потому что Бен Сальман тоже хочет войти в историю и создав военный союз на Ближнем Востоке между США, Саудовской Аравией и Израилем. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Ну, вот опять мы видим этих розовых пони, но что ты думаешь по этому поводу? Ну, это тот же самый Домас Фридман, который называл планы Нетаньягу войти в Рафех, фантазией и стремлением продолжить войну, чтобы остаться у власти. Тот же Фридман, который говорил, что израильтяне должны отказаться от идеи поимки или ликвидации Сенуара, потому что это недостижимая цель, и что в погоне за Сенуаром они должны будут убить сотни тысяч палестинцев. Я бы не стал сильно, так сказать, его личное мнение, да, не должно нас интересовать, но вот эти, поскольку часть вот этих мелодий, которые Фрид ты сейчас упомянул, уже слышим из разных интересных мест, то, конечно, надо к этому относиться с интересом. Теперь, начнем с того, что мне очень нравятся идеи, что вот пришло время для прекращения огня и немедленного освобождения заложников. Ну, скажите, это Хамасу. Это, так сказать, самый интересный момент во всей этой истории. То есть, то, что вчера заявил Нетаньягу в своей речи, первый намек на то, что Израиль будет активно теперь работать над тем, чтобы попытаться убедить при помощи денег, гарантии безопасности, может даже предоставление фальшивых паспортов и возможности эмигрировать в эти страны с хорошим кошельком в кармане, тем боевикам среднего звена Хамаса и главам кланов в Газе, которые удерживают заложников. Вместо того, чтобы пытаться заключить одну большую сделку с Хамасом, которая в любом случае должна будет предусматривать согласие на сохранение Хамаса в Газе в том или ином формате, потому что мы видим, что это был главный камень преткновения. Мы требовали, чтобы Хамаса в Газе перестал существовать как властная структура, как вооруженное формирование. Хамас на это категорически отказывался. И это не имеет значения. Синуара, сейчас все валят на него, вот Синуар был главным препятствием. Ну да, он мертв. Но ГОСТа Хамаса за границей в этом случае занимала абсолютно ту же самую позицию. Пока он был жив? Да, но я не уверен, что они это делали, потому что они его боялись. Я думаю, что это была идеологическая позиция Хамаса, который каждый раз, когда он слышал очередное заявление какой-нибудь Камалы Харриса о том, что война должна закончиться немедленно, надеялся он на то, что она действительно закончится, Израиль прижмёт к стенке, заставит нас отказаться от уничтожения Хамаса в Газе. И если бы это произошло, то неважно, какими были другие условия сделки, Хамас вышел бы из неё победителем. И даже сейчас, после убийства Синуара, это уравнение не изменилось. Если Хамас сохраняется в Газе, если несколько тысяч даже боевиков Хамаса смогут ходить по улице символами Хамаса носить оружие, если Хамас будет какой-то частью послевоенного управления газа, раздачи гуманитарной помощи, возможности наложить лапу на денежные потоки, на стройматериалы, на восстановление газа и так далее, то всё это было зря. Синуар превратится в очередного великого мученика палестинского дела. Хамас начнёт быстро восстанавливать свои позиции и будет готовиться к тому, чтобы реализовать свой главный план. Унаследовать Фатах во главе организации освобождения Палестины по завершении политической жизни Махмуда Аббаса. Это главная проблема. Я уже не говорю о том, что в таком случае сделка по освобождению заложников навсегда узаконит то, к чему стремился Синуар, сделать массовый захват израильских гражданских лиц в качестве заложников абсолютной нормой Палестино-израильского конфликта. Да, но здесь же возможны, Арик, здесь же возможны другие варианты. Например, обменять заложников на возможность главарей Хамаса покинуть сектор газа. Или обратиться напрямую, вести переговоры с полевыми командирами, с семейными кланами и предложить им амнистию. Поэтому то, что сейчас Израиль делает, вместо того, чтобы идти на вот такие вот знаковые договорённости с Хамасом в целом, да, от которых в любом случае будет негативный эффект. Попытка сейчас на фоне гибели Синуара и деморализации, которая, вне всякого сомнения, вызовет, Синуар был очень харизматическим лидером. Его нечеловеческая жестокость, готовность идти до конца, его абсолютный фанатизм был тем, что делало его абсолютно беспрекословным лидером в глазах очень многих палестинцев в Газе, да, и за её пределами тоже. Всё, его смерть, неважно, как они там пытаются изобразить его большим героем, который умер, сражаясь с израильтянами, ага, палкой, в одной руке палка, которую он бросал в израильский фон, с другой 40 тысяч шекелей. Известный бой. Это, конечно, создаёт некую психологический момент. И, если как минимум часть из тех, кто удерживает заложников, скажут себе, окей, ситуация изменилась, обещания победы, мы в них больше не верим. Давайте подумаем, как мы продаём заложников израильтянам, египтянам, катарцам. Главное, чтобы мы остались живых и сохранились, уцелели и так далее. Даже если это приведёт к освобождению пары десятков заложников в целом, это, конечно же, создаст момент. Это будет снежный ком, который начнёт катиться с горы. Израиль, израильские структуры серьёз об этом думают. Сегодня мы знаем, что Натаньягу проводит совещание, посвящённое именно этой теме, как работать на эту тему эффективнее. И будем надеяться, что это действительно принесёт желаемые плоды. Потому что я, на самом деле, абсолютно не уверен, что уничтожение Синвара открыло вдруг путь к какой-то желанной сделке и так далее. Ну, а что касается второй части уравнения, ещё раз. Израильское первое и основное требование к палестинской администрации, каждому, кто хочет ввести палестинскую администрацию на территорию Газа, должно быть абсолютный полный отказ палестинской автономии от поддержки террора в любых формах, начиная с финансовой. Потому что я хочу напомнить ещё раз, мы не должны, никто из нас не имеет права этого забывать. Если бы Синвар сдался в плен, да, а не был убит, и не был бы приговорён к смертной казни, оказался бы в тюрьме, да, мы видим, что до сих пор наша славная юридическая система не в состоянии подать ни одного обвинительного заключения против гораздо более мелких террористов Нухбы и Хамаса, прямых участников 7 октября, ни одного, год прошёл ни одного обвинительного заключения. Вполне возможно, что то же самое произошло бы с Синваром. Палестинская администрация выплачивала бы ему, его семье ежемесячное пособие, которое имело бы весьма существенные размеры, поскольку размер выплаты этого пособия зависит от количества убитых евреев. Ну, а Синваром это, в смысле, был рекордсменом, как мы знаем. Вот это, Израиль должен требовать от любого, кто приходит с этими идеями, идите туда, идите в Рамалу, и получите от этого бумажного чёткое, конкретное обязательство, что это закончилось. Второе обязательство, ещё раз, вчера на травмном заседании руководства палестинского правительства, да, если верить палестинскому агентству ВАФА официально, обсуждались уже пути увековечивания памяти их из Синуара в палестинской автономии и в палестинской системе образования, я подчёркиваю. То есть, его жизненный путь должен стать частью курикулного палестинских школьников. Ещё раз, это те люди, которых мы готовы пустить в газы, управлять газой, ни в коем случае. Я уже не говорю о том, а, ну и третий, конечно, это все односторонние шаги в нарушении соглашения ОСНО, которые палестинское руководство предприняло в борьбе за то, чтобы получить статус государства, начиная от их усилий в организации объединенных наций и кончая их усилиями в международных судах. Всё это, и тот, кто говорит, что мы должны на это закрыть глаза, оно совершеннейшее безумие. Мы должны выдвигать жёсткие условия, мы не должны идти больше ни на какие компромиссы. Главная причина от 7 октября, это наша готовность закрывать на подобные вещи, родные вещи, глаза. Наша склонность, то, что мы считали праграматизмом, это был не праграматизм, это была слепота. Мы должны требовать чёткие гарантии письменных на арабском языке, которые можно выложить в интернет, на всех социальных сетях. И пускай для того, чтобы разрыв между так называемым умеренным палестинским руководством и экстремистами был чётким, ясным и понятным. Пока это не произошло, говорить о какой-то роли палестинской автономии в будущем урегулирования абсолютно бессмысленно. Вчера уже после того, как стало известно о ликвидации Синвара, Хизбалла выступила с заявлением, в котором проанонсировала переход к некой новой фазе поддержки газа. Они там обещают расширить, углубить и улучшить свою борьбу с сионистами. Насколько вообще это серьёзное заявление? Или просто для проформы они теперь должны были что-то сказать, что они ещё больше будут бороться за газу? Насколько серьёзно эти угрозы? Ну, возвращаясь к тому, с чём мы начали этот разговор, моё самое большое беспокойство в том, что мы на севере опять демонстрируем трагическое непонимание психологии врага. Хизбалла, получив все те болезненные удары, не только по своей структуре, но и физические, но и, конечно же, моральные удары по их престижу, понимая, что этот конфликт закончится прекращением огня, мы не планируем, и мы открыто говорим об этом, и совершенно разумно, не собираемся идти до Бейрута, чтобы их выковыривать оттуда, Хизбалла хочет прийти к прекращению огня в ситуации, когда она восстановила свой потенциал устрашения против Израиля и свою репутацию внутри Ливана и за его пределами. Поэтому всё, что они делают сейчас, посвящено этой цели. Они в большей части своей были не в состоянии вести какие-то существенные бои с нашими частями на границе, за исключением таких трагических случаев, как вчерашний, когда мы просто дали им возможность группе боевиков, которые были фанатично настроены, не собирались никуда уходить, дорого продать свою жизнь, убив пять наших солдат. Они ведут массивную пропаганду на Арабской улице, рассказывая, что они нанесли нам совершенно невероятные потери, более 50 убитых, более 100 раненых, 20 танков Меркова они уже сожгли. И всё это, конечно, сионисты скрывают. Пока мы... А, и самое главное, они продолжают настаивать на том, что все наши заходы в эти деревни у границ, потому что мы их так боимся, и потому что они такие герои, мы каждый раз опять возвращаемся назад, как это было в 2006 году. Это не совсем так, мягко говоря, потому что в части деревень мы уже укрепляемся достаточно прочно. Тем не менее, до тех пор, пока мы не начали массированное продвижение вглубь ливанской территории в направлении Литании и Аболи, эта пропаганда Хизбаллы будет продолжать работать. И в этом контексте вот эти заявления о том, что мы начинаем наш новый, так сказать, новый этап, сейчас будем сжигать весь Израиль, это именно так надо рассматривать. Потому что они стремятся к ситуации, в которой приходим к прекращению огня, они ведь заявляют, что они к прекращению огня уже готовы, да, вот прям немедленно готовы прекратить огонь, уже безотносительно газа, к чему не готовы? Не готовы начать выполнять резолюции 1701. Вот давайте прекратим огонь и продолжим разговаривать о том, как мы реализуем эту резолюцию. Почему они это говорят? Потому что они надеются в рамках этих переговоров о реализации 1701 вернуться к плану Хохштейна. Этот американский посредник ведь предлагал, если вы помните, в обмен на частичную реализацию 1701, Израиль должен был провозгласить свою готовность к территориальному ступкам Ливану по части так называемых спорных территорий. Нет там спорных территорий, есть претензии Ливана на часть территории, которая принадлежит Израилю, на границе. Если бы это произошло, Хизбала, конечно, провозгласил бы, что они одержали очередную потрясающую победу над синийским врагом. В очередной раз выглянули нас части территории арабской страны, освободили ее, не допустили израильскую агрессию против Ливана и помогли палестинским братьям в Газе. Это их цель. У нас нет абсолютно никакой мотивации, не должно быть, позволять Хизбале реализовать свои пропагандистские цели. Поэтому наша позиция, как минимум сейчас, остается понятной и жесткой. Никакого прекращения огня из-за тем разговоров о выполнении резолюции, которая уже давно принята. Переговоры могут быть только под огнем. Вывод войск Хизбалы, вывод частей Хизбалы и укрепление безопасности путем повышения гарантии этой безопасности должны быть немедленными после прекращения огня. Но для того, чтобы в Ливане и за его пределами стало ясно, что Хизбала побеждена, что мы громим Хизбалу и не позволяем ей восстанавливаться, мы не можем ограничиваться операциями на расстоянии нескольких километров от границы. Мы должны двигаться вглубь Ливана. Для того, чтобы, во-первых, ускорить процесс. Чем больше территории Ливана мы захватываем, тем больше мотивация у тех, кто хочет попытаться привести к прекращению огня. Потому что мы все знаем, что арабский мир и остальной мир, мы когда занимаем какую-то территорию, они сразу начинают подозревать нас в том, что мы ее собираемся оприходовать навсегда. Ну и в случае голландских высот у них есть на это основание. Пусть все боятся того, что Израиль, захватив Южный Ливан, из которого уже убежало практически все враждебное население, оставит его у себя навсегда. Сначала мы его оккупируем, не будет враждебного населения, поэтому мы сможем сидеть там довольно долго. А в какой-то момент удобный случай представится, и мы его просто присвоим себе. Пусть они этого боятся, и пусть они как можно быстрее движутся к тому решению, которое нас устраивает. А Иран? Будет ли сейчас, на твой взгляд, удар по Ирану? Или, может быть, сейчас мы переходим в такую уже политическую фазу? Интересный вопрос. Действительно, до ликвидации Симуара я бы ответил на него однозначно да. Потому что логика эскалации была абсолютно понятна. Сейчас в атмосфере, когда, скажем так, это событие во всем мире истолковывается как некая поворотная точка, некий огромный успех Израиля, некая моральная победа, я предполагаю, что есть новое давление со стороны той же американской администрации, которая говорит, друзья, давайте... Никто уже не помнит, что иранцы вас атаковали. Чего они не добились? Давайте не будем обострять. Давайте подумаем, как мы вместе закругляем те две войны, которые у вас есть, в которых вы гораздо больше сейчас заинтересованы. Но вопрос, конечно, в том, в чем мы заинтересованы в стратегической перспективе. Потому что понятно, что если мы отказываемся от ответного удара после того, как мы его задекларировали на самом высоком уровне, мы попадем в то же положение, в котором находился Иран после ликвидации Хани, если помните, когда после того, как они провозгласили, мы жутко отомстимы, мстя наше будет ужасно, весь мир смеялся над ними до тех пор, пока мы не ликвидировали за одной насралу, и тогда они запустили потом ракеты и заявили это вам сразу за все. Распишитесь. Мы окажемся в том же самом положении, но у Ирана есть рычаги террора, у Ирана есть нефть, его международный режим уплевает на самом деле на внутреннее общественное мнение, поэтому они могут по такому вот унижению себе позволить. Мы, одна из целей войны, которую мы сейчас ведем, помимо немедленных ее целей, это, конечно же, восстановление нашего потенциала сдерживания и установление четких жирных красных линий, понятных каждому в нашем регионе, что чего с евреями делать нельзя, да, то, что происходит в Газе, это вот эта красная линия, вот если вот такое делаешь с евреями, евреи тебе в ответ сделают вот это, да, смотри, решай, устраивает у тебя цена, то же самое и на севере, то же самое и в Иране, то же самое в отношении иранского режима, в отношении всех его сателлитов и всех, кто смотрит на этот конфликт, потому что не надо забывать, главная мотивация умеренных арабских стран к нормализации с Израилем, включая, кстати, ту же Саудовскую Аравию, которую там Том Фридман опять вспомнил, это ощущение, надежда и уверенность на каком-то этапе, что в случае, если иранский режим встанет на путь открытой экспансии, Израиль будет там, чтобы поддержать своих умеренных арабских союзников. Если мы не готовы ответить однозначно на прямую агрессию против нас, надо еще раз напомнить, все иранские отмазки о том, что они якобы на что-то ответили в этот раз, что это как будто они использовали право на самозащиту, это все бред, потому что мы не атаковали никакие иранские объекты в этот раз. Можно сказать, в апреле мы нанесли удар по территории, которая номинально была вообще иранской, дипломатическое представительство и так далее. В этот раз, если, конечно, они не считают Хасана Насралу своим территориям, и Исмаил Хани, ликвидация которого, опять же, речь не идет об иранце, и она была совершенно точечной, и мы по понятным причинам не брали за нее ответственность, то, что произошло 1 октября, это было прямое акт агрессии. Израиль не может не ответить на него, другое дело, что формат ответа, возможно, будет открыт для нового дискуссия.